Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Я приветствую всех обладательниц таких же тонких, пушащихся волос, как у меня. И приветствую всех, кто на марафоне по отращиванию волос, как и я. На самом деле, мне очень самоинтересно, каким результатом я приду к сентябрю этого года. Потому что примерно в сентябре, возможно, чуть позже, и начался этот марафон. Сегодня я скажу вам о той укладке, которую может сделать каждый из нас. Безусловно, на чаше весов будет, с одной стороны, здоровье волос, которая, безусловно, не травмируется, никаким образом не нарушается, не повреждается, если мы не используем горячую укладку, потому что речь пойдет о горячей укладке. Ну и на другой стороне весов выглядеть хорошо, классно, стильно, так, как нам нравится, прежде всего, благодаря прическе, потому что прическа – это очень важно. Например, в моем случае я сегодня снова не накрашена, накрашены у меня только ресницы, лицо красноватое, потому что я загорала. И могу сказать, что в моем случае совершенно точно прическа – это гораздо-гораздо важнее, чем макияж и чем даже то, что я высплюсь, буду мало есть, не опухшая, с утра встану и так далее. Прическа решает мне все проблемы. Сегодня я покажу вам горячую укладку, уже видео на канале подобное есть, но очень много подписчиков новых, которые, конечно же, не копаются в старом контенте, как и я сама делаю. Я, на самом деле, никогда не смотрю ни чипи, плейлисты и не смотрю видео дальше, чем вот последние 10, соответственно. Могу представить, что никто и подобное видео об укладке не видел. Укладка называется Beach Ways. Когда я стала делать эту укладку, а стала я ее делать, когда отращивала волосы, когда я поняла, что мои волосы настолько печально выглядят, что, в общем-то, беречь их нет никакого смысла. Хотя бы из того, что есть, я слеплю какую-нибудь красоту, и вы знаете, красота получается. Сейчас у меня укладка Beach Ways, но только у лица. Я покажу вам, как делать полностью такую укладку, и покажу, как я сама ее делала. Недавно я кусочек вставляла уже, как я готовилась. Мои были вот здесь уже на выходе, а я с ними разговаривала и крутила себе прядью лица. Сейчас плойка не включена, и я сразу вам хочу сказать об одном очень важном моменте. Если вы его не сможете соблюдать, то у вас не получится такой укладки, как мы часто видим на стрит-стайле у итальянок. И сразу могу сказать, что если вы обладательница вот такой красивой шевелюры, как у меня, то укладка подобная будет держаться у вас вот просто-таки неделями, если вы можете неделю, например, 7 дней не мыть волосы, такое тоже случается. И в этом плане нам повезло несколько больше, чем итальянкам. Итак, очень важно нагреть для наших волос на минимальную температуру. У меня 120 минимальная, у меня браун щипцы, им, наверное, лет 10. Возможно, с такой минимальной температурой больше не выпускают, потому что в свое время было очень сложно найти такую минимальную температуру. Поэтому выставляйте на минимальную температуру. Если вы посмотрите разный туториал, то там девочки себе вьют подобные локоны на 160, на 180. Не стоит этого делать, потому что у девочек либо волосы другие, либо они хотят на камеру вау-эффект. Потому что я потом, после того, как я закончу говорить, включу кусочек, вы увидите, что вау-эффекта у меня нет. Но вот то, что у меня сейчас имеется, я считаю, это очень-очень хорошо. Итак, первый нюанс – это низкая температура для наших волос. 120-130 будет достаточно совершенно точно. Разогреваем. Что важно сделать? До того, как мы разогрели щипцы, важно приноровиться, если вы первый раз делаете подобную укладку. Мы отделяем примерно вот такой ширины прядь. У меня здесь челка. Кстати, именно из-за челки я стала таким образом закручивать, потому что очень сильно мне она в глаза мешала. Мешала видеть мне прекрасный мир. Что мы делаем? Мы зажимаем вот здесь. Можно зажать вот здесь. Вы потом сами приноровитесь и решите, сколько вы хотите, на какой высоте вы уже хотите протрагмировать ваши волосы. Для того эффекта, который есть у меня, я зажимаю примерно вот здесь. И самое важное в этой укладке – держать вот таким способом, то есть параллельно вашему лицу, перпендикулярно полу вашей щипцы. И вот таким образом прокручиваете. Вы прокручиваете сами щипцы, вы не крутите прядь. Прядь сильно сжимать не нужно. И вот таким образом она у вас и завьется. Посмотрите, с утра я сделала горячую укладку, и волосы у нас настолько послушные, податливые, что сейчас я просто щипцами скользкими прошлась, и кажется, что я уложила волосы, хотя не включена моя плойка. Внимание! Третий нюанс – это закручивать пряди от лица. Берем прядь вот здесь. Зажимаем. Представляем себе, от лица это куда? От лица это вот сюда. И таким образом прокручиваем наши пряди. Что получилось у меня в первый раз? В первый раз я взяла прядь и не придала значению тому, что должно быть вот прямо таким вот таким образом расположение наших щипцов. Ну, я вот так вот взяла, мне было не очень удобно, я вот так вот закрутила. Что я получила от такой завивки? Кто скажет? Я получила букли, как у куклы. Это меня ни в коей мере не украшало. Только вот так вот сняла еще, и вот я получила вот такие, прямо такие короткие волосы, как у куклы. Вот кукол так и завивают. То есть, если вы берете, допустим, вот эту прядь, эти пряди уже не обработаны. Я обрабатываю вот прямо-таки 2-3 пряди у лица, не больше. То есть, опять же, вы берете... Здесь уже не важно, крутить вы хотите от лица, либо к лицу крутите так, как вам удобно, чтобы воздействие было минимальным. И вот таким образом пошли. В данном случае прядь длинная, я не вытягиваю ее вот здесь, как делалась челка. Мне удобнее придерживать кончик, и положение щипцов не меняем, и двигаться щипцами. Сильно зажимать вот прямо-таки не нужно. Должны скользить. У нас легкие волосы, нам очень легко сделать такую укладку. Вот так тоже делать не нужно. Это может быть... Вы посмотрите, опять же, туториал. Обладательницы более плотных волос так могут себе позволить, а мы не можем. Мы, в общем-то, все делаем очень быстро. Очень-очень быстро. Четвертый нюанс. Нельзя брать прядь, как беру я сейчас вот так вот руками, что-то там развела, прикладила, хотя у меня брашинг. Это очень важно. Сейчас это будет пятым нюансом. Нельзя вот так брать прядь. Необходимо ее расчесать. Иначе, если будут вот здесь заломы, какие-то узелки, таким образом наши пряди загладятся. Давайте я еще раз покажу, как держать щипцы. Вертикально. Абсолютно вертикально. Чем более перпендикулярно полу они будут, не вот так и не вот так, тем более красивой, гламурной, инстаграмной будет наша причесочка. Прелесть этой прически заключается в том, вот так тоже не надо делать. Во многих туториалах так показывают. Не нужно. Нам это не нужно. У нас будет слишком сильный завиток. Вот видите, у меня даже вот так завиваются волосы. Настолько они у меня послушные, прекрасные волосы. Скоро выйдет видео, кстати, про критику, где я свяжу критику, которую оставляют здесь на YouTube под комментариями, точнее в комментариях, не только под моими роликами, под чужими роликами. Я свяжу эту критику с воспитанием ваших же собственных детей. Возможно, у вас не очень хорошее отношение с детьми, а возможно ваши дети маленькие. Если вы не хотите, чтобы у вас потом были плохие отношения с детьми, вам стоит это видео посмотреть, если вы любите оставлять негативные комментарии про волосы, про вес, про чьи-то ноги, мужей, детей и так далее. Я расскажу, почему не стоит этого делать, почему, в общем-то, стоит заняться самодисциплиной. Поэтому вот такая простая укладка. Прелесть этой укладки заключается в том, что ее можно делать на любой, на волосах любой длины. Вот такие волосы вы получите, вот такой инстаграмный эффект. Вот такие волосы, супер у вас будет укладка, вот такие тем более. Все, вы шикарная королева, будьте похожи на итальянку, ну, в самом лучшем ее образе и понимании. Потому что мне часто говорят, Яна, вы с таким пиететом об итальянках. Нет, я вообще на самом деле с пиететом о всех женщинах готова рассказывать. Все, что есть хорошее в женском характере, в женской внешности, неважно, какова национальность, кто тут у меня летает. Об этом я и готова говорить. И последний нюанс, он тоже очень-очень важен. Раньше такая укладка у меня не получалась, пока я не осознала, что этот нюанс на самом деле основополагающий. Ни в коем случае нельзя, чтобы волосы были у вас, что называется, помыли и спать пошли. Вот вы помыли, спать пошли, встали, сами знаете, с какой головой. Тут все помято-примято. Одна часть такая, другая вот такая. Несимметричное произошло засыхание волос, потому что мы, голова мокрая, уснули, вот здесь у нас прижато, здесь у нас все высохло по-другому. Очень важно делать, если уж не легкий брашинг, например, на мои волосы легкий брашинг, для такой укладки не нужен. Важно волосы все-таки феном посушить. Взяли фен, вот таким образом держите его и перебираете вот так вот волосы, как парикмахерская. Ничего другого делать не нужно. Волосы настолько у нас тонкие и послушные, что они высохнут уже, будут очень гладкими и даже, возможно, блестящими, потому что поток воздуха горячего закроет чешуйки по росту волос, соответственно, у нас будет очень-очень красивая прическа. Что ж, желаю всем красивых причесок. Каждый, конечно же, из нас придется решить. На одной чаше весов повторюсь здоровье ваших волос, а на другой чаше весов вот такая классная, на мой взгляд, очень суперская укладка. Возможно, вам также, как и мне, хватит завивки волос. Вот прямо такие эти пряди, вот они две завиты сегодня с одной стороны, две с другой. А возможно, не хватит. Все зависит также от здоровья ваших волос. Если волосы здоровы, то они свиваются в локоны. Если волосы не очень здоровы, то, возможно, и терять вам нечего. Придется их подвить, и вы увидите, как здорово и классно вы будете выглядеть. Если есть у кого позаимствовать такие щипцы, ваша подруга, сестра, дочка, обязательно, хотя бы на несколько раз, на несколько дней, на несколько вот таких укладок, пока руку не набьете, возьмите, попробуйте. Я уверена, что эта укладка может прямо-таки поменять повседневную жизнь, то, как мы сами себя ощущаем, какое отражение мы видим в зеркало, у многих-многих моих зрительниц. Искренне рекомендую попробовать. Эта укладка просто меня спасла от какой-то печали, когда я прямо-таки волосы свои отращивала. Там все было очень-очень плохо от многолетнего обесцвечивания, потому что я даже с убитыми волосами стала выглядеть очень-очень хорошо. Кстати, также хочу вам рассказать об одном секрете, завершая это видео для самых терпеливых, когда досмотрела, что очень часто блогеры показывают, что у них очень красивые и блестящие волосы, очень часто они рассказывают о каких-то уходовых средствах, а волосы у них такие просто-напросто потому, что они прошлись под ним плойкой. Плойка придает потрясающий блеск волосам, потому что волосы закрываются чешуйки, волосы становятся тяжелее. Правда, они теряют объем, но при этом приобретают какой-то на самом деле сногсшибательный блеск. И также для самых-самых терпеливых, кто все-таки досмотрел до этого момента, я много раз говорила, что такие тонкие волосы, как у нас, укладочные средства, средства уходовые, которые не смываются, это даже и те, которые смываются, элементарный кондиционер и маска для волос, это средства, которые могут в определенный момент усложнять нам прическу и портить нашу внешность, потому что волосы наши как губка, все в себя впитывают, в определенный момент нет не просто объема, нет вообще никакого вида, и кажется, что действительно три волосина у нас на голове. Я, например, делаю так, я наношу несмываевое средство, одно из тех, которые я вам показывала, один раз, два, либо три раза, просто мою голову, расчесываю влажные волосы, сушу влажные волосы, укладываю влажные волосы, и только на третий, либо на второй раз, после того, как я не использовала средства, сделала такую паузу, я снова наношу, и снова у меня такие красивые, блестящие волосы, чего и вам желаю. Это была Яна Скворцова, всем пока-пока.